Всем привет, с вами Даша Исаева. Вот-вот полетит голова Мауриньо, так что настало время обсудить его потенциальных сменщиков. Во-первых, стоит и говорить, что как бы нас не забавляли пинки под зад Мауриньо, типа карма, все дела, он все-таки не единственный виновник того, что сейчас происходит с Манчестер Юнайтед. Это редкая ситуация, когда на токсичность атмосферы в команде влияет сразу четыре стороны. Тренер, руководство, агенты и игроки. Так что Жизе на самом деле даже жалко. Не только потому, что по нему видно, что он устал и начал признавать свои ошибки, но и потому, что в отличие от боссов и некоторых футболистов он ломает себя, без прежнего фарса искренне стараясь что-то исправить. Новому тренеру придется нелегко. Сегодняшний Ман Юнайтед это не подарок, а челлендж с возможным летальным исходом. И вот пять человек, которые могут рискнуть. Антонио Конте кажется наиболее подходящим вариантом. Он отличный тактик и в короткий срок может выставить высокую организацию. Он умеет и любит использовать способных игроков в разных ролях. В отличие от Мауринио, Конте более сосредоточен на данных футболистов и создании такой гибкой модели, где они могут максимально раскрыть свои сильные качества. В Челсе у него не было такой скамейки. И уж он-то найдет применение этой толпе центральных защитников. Вообще любопытно, насколько другим будет Юнайтед в руках итальянца. Но он, похоже, холерик, а быть тренером с таким темпераментом непросто. И непросто в первую очередь тем, с кем он работает. Последний сезон в Челсе показал, что Конте может быть и обидчивым, и даже слегка истеричным. Сразу поясню, что если Антонио все же позовут, то это точно на долгосрочную перспективу. Так что пусть от Вудворд не ждет особых различий в коммуникации по сравнению с Жизе. Конте ярче Мауринио будет плыхать в острых трансферных вопросах. Полтора года назад Бенитос поднял Ньюкасл из чемпионшипа, настоящего футбольного ада, чем еще раз доказал свой класс. Девятилетний опыт работы в Англии показывает, что он может работать как с топами, так и с эндердогами, даже если руководство слегка не в себе. Владелец Ньюкасла Майк Эшли ненамеренно создает условия, в которых Рафе дико сложно. В сравнении с другими командами состав слаб и не соответствует классу тренера. Бенитос настоящий гик, который даже при наличии толпы скаутов сам отсматривает возможных новичков, а затем на собеседовании устраивает им тактические занятия. Он просто помешан на тактике и деталях, и его команды всегда хорошо организованы. Он может дать это Ман Юнайтед, но взамен потребует полномочия, на которое клуб вряд ли пойдет. Бенитосу важно все контролировать, а на препятствия со стороны руководства жаловался даже Мурини, которому и дела нет до большинства вещей, волнующих Рафу. Бенитос как плохой секс, от его стиля не будет мурашек по коже, но он достойно доведет до финиша. У Зидана есть авторитет, как игрока и как тренера, что очень важно в команде полный звезд. Некоторые неадекватно воспринимают свою значимость и даже думают, что не все достойны их тренировать. С Зиданом такого не будет. Помимо того, что на данный момент в футболе, как бы приторно это ни звучало, он олицетворяет успех. Он еще и прекрасный образец этого нового толерантного мира, где мы вот-вот начнем здороваться через резиновые перчатки и штрафоваться за мат. Нет сомнений, что он найдет контакт с коллективом. И хоть это крайне важно, все еще актуален вопрос. Какой же тренер Зидан? Глупо задаваться после трех трофеев Лиги Чемпионов подряд. Но все же Реал последних лет и Манчестер сейчас – это как Помпеи до и после 79-го года. Проблемой для Зизук, который пока не тренировался пределами системы Реала, может стать класс футболистов. Да, тоже высокий, но ощутимо слабее, чем у мадридцев, где треть основного состава были лучшими игроками на своих позициях в мире. В Юнайтед полно крутых исполнителей, но беда в том, что Мауриньо, перебрав кучу различных вариаций, так и не нашел ту, где они сочетались бы. В Реале у Зидана изначально была более здоровая атмосфера и гармоничный состав. В Манчестере же придется повозиться. А еще он вообще ни в каком виде не представляет, что такое АПЛ. Не играл, не тренировал. Более того, он не говорит по-английски. Из всего списка потенциальных сменщиков ЖЗ именно Зизу, кажется, сложнее всех будет адаптироваться. Вряд ли Зидан – верный выбор прямо сейчас. Для него это может оказаться слишком сложным. Зато летом с возможностью привыкнуть к команде и совершить необходимые трансферы, это будет интересно. Несмотря на то, что Роберто Мартинес – каталонец, как игрок и как тренер, он сформировался в Британии, которую не покидал с 1995 года до приглашения в сборную Бельгии. Он тренировал даже в Лиге 1, откуда вывел Свонси в чемпионшип в сезоне 2007-2008. И только после оказался в премьер-лиге. Уиган и Эвертон – скромные команды, но при Мартинесе большую часть времени они играли как минимум зажигательно. Драма его пребывания в Эвертоне в том, что он оставался романтиком, продолжая биться на мячах, в то время как соперники доставали пушки. Он последователь барселонского стиля, владения атакующего футбола, мысли и изящества. Но реализовать его с имеющимся составом было невозможно. Зато Юнайтед полон искусственных игроков, которых хочется наконец увидеть в красивой игре. Минус в том, что, да, Мартинес пока не работал с грандами. Но практика в сборной Бельгии показывает, что, во-первых, он умеет работать с звездами, во-вторых, может добыть результат в короткий период. Задача сейчас – скорее даже попадание в Лигу Европы, чем в Лигу чемпионов. Слишком уж завален старт, плюс мощные конкуренты, плюс смена коуча по ходу сезона. Мартинес кажется довольно психологически устойчивым для того, чтобы вытащить дьяволов из этой передряги. А очередной сезон без трофеев компенсируется свежей интересной игрой. По ней домашняя публика Олд Траффорд соскучилась. Мартинес может стать не просто экстренной мерой, но тренером с идеями и планом на несколько лет. Райан Гиггс, на мой взгляд, самое неудачное решение из представленных, однако понятна популярность такого варианта. Вся его карьера прошла в Манчестер Юнайтед. 27 лет вместе с молодежкой. Его авторитет в красной части Манчестера очень велик. Возможно, даже руководство лояльно относится к Гиггсу в разгар поиска нового тренера. Другое дело, что Райан слишком локальная и не попсовая легенда, и парни с сережками могут просто не признать в нем главного. Ведь хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать в МЮ тех, кто реально играет за клуб. У этого поколения другие ценности, и чтобы завоевать его расположение, нужны успешность и харизма. На первых порах хватит и чего-то одного, но чаще всего одного без другого по итогу оказывается мало. Год назад Валиец сказал, что ему предлагали возглавить молодежку МЮ, но он не захотел идти на понижение, ведь сразу готов возглавить топ-клуб. Типа, чем он хуже Зидана с Гвардиолой? Похоже, Гиггс просто забыл, что перед тем, как принять Барсу с Реалом, оба они возились с резервами. Спасибо за то, что посмотрели видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще пишите в комментариях свои мнения на эту тему. С вами была Даша Исаева. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!